Здравия, дорогие друзья! Позвольте представиться, я Нихей Тукей. Это та роль, которую я буду сейчас играть на cold reading для пробы. Я не знаю, какой это будет сериал, но я запишу то, что я хочу представить. Я получил с вами маленький скрипт, но я не заучу его дословно, поэтому будет импровизация, вы понимаете. Моя импровизация, но содержание я передам. В общем-то, вы готовы, я тоже готов, делаю экспромтом, абсолютно экспромтом. Перед этим я сделал запись, когда я где-то часа пять назад, я почитал текст, сел, но сейчас я решил встать и дошел к другому месту, и солнышко как раз уже заходит лучше. И я попробую еще один раз записать это. Я держу стык, поэтому селфи, как оно получится. Итак, Матур, поехали! Нихей! Здравия, дорогие девушки! Позвольте представиться, я Тукан Бурман, и меня зовут Розящие Око. Очень Розящие. Как вы знаете, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы начать духовный путь развития. Вы готовы? Точно? Все готовы? Ну, легко вам не будет. Путь просветления духовного – это очень тяжелый путь, но он благостный. К сожалению, я должен вам напомнить о том, что ваш духовный путь к просветлению начался с не очень хороших поступков. Вы сделали осквернение нашего храма, храма «Белый лотос» по их искусств. И для того, чтобы вам прийти в этот храм, вам нужно очиститься. И очиститься через труд. Это будет нелегкая очистка. Но для тех, кто пройдет, вы сможете духовно просветиться. И у меня для вас есть задание для тех, кто хочет просветляться. Давайте сделаем так. Поскольку задание будет очень тяжелое, для тех, кто хочет просветиться, встаньте, пожалуйста, налево. Вы готовы к очень тяжелым испытаниям. Для тех, кто не готов, встаньте направо. И мы облегчим ваше участие. Сделаем рокировочку. Что, никто не хочет приходить? Нет? Все хотите просветляться? Точно? Ну, смотрите, я вас предупреждал. Задание будет очень тяжелое. Итак, посмотрите на эту бочку. Вот эту бочку. Все нужно наполнить водой. Да-да, водой. Казалось бы, легко, но как? Наполнять будем ложкой. Что? Не ожидали? Ну, у вас достаточно много. И бочка достаточно. Тоже большая. Но я уверен, что в процессе наполнения вы будете очищаться. И у вас появится большее желание встать на духовный путь. Я сейчас вам раздам ложки. Задача следующая. Вы ложкой, держа ее во рту, подходите вот к тому источнику. Набираете ложкой водичку и несете ее в эту емкость. Пока эта емкость не будет полна, процесс очищения не закончится. Условия. Есть маленькие ограничения. Ложкой держать руками нельзя. Ложкой держите во рту. Во рту черпаете, во рту несете и изо рта выливаете. Только те, кто сможет пройти этот процесс, достойны будут дальнейшего духовного просветления, которое будете проходить в нашей духовной школе боевых искусств «Белый лотос». Это вам маленькое испытание. Если вы его пройдете, вы готовы. Кто-то еще желает покинуть место для духовного просветления. Если таковы и есть, вы вольны уйти. Я вас не держу. Все остались. Замечательно. Ну что ж, тогда приступим. Я буду ждать вас на финише. И тот, кто будет проявлять самую большую активность из вас, получит особый приз, о котором я скажу позже. Всем удачи. Духовного просветления. Я жду вас на финише. Намасте. Это была моя импровизация на ту тему, которую мне дали. Не все было дословно, но идея была такая. Надеюсь, она вам понравится. С вами Ярослав Мудров-Воронцов, Академия семейных отношений «Ведодум» и тренинговый центр «Грин Майн Лайф». Я записал импровизацию для видеосъемки. Надеюсь, она вам понравится. Если не понравится, скажите, почему. И я исправлюсь, чтобы сделать лучшую. Намасте.